всем привет проверим трансляция появилась или нет да появилась трансляция все супер так это радует я справился совсем хорошо итак сегодняшняя с вами вебинар будет посвящен решению муниципального этапа сош а именно лайфхаки какие-то советы полезные которые возможно вам упростят подготовку в перспективе ближайшего месяца надеюсь что в каком смысле вам это правда может помочь секунду я включу демонстрацию всем привет итак сразу представлюсь меня зовут я являюсь куратором тарифа про в кружке станкевича также являюсь призером всероссийской олимпиады школьников по истории в 2022-2023 годах взял закуп скоя из таких еще какие-то и стяжения может быть которые я очень люблю иногда упоминать которые может быть можно гордиться немножко кринжова московская олимпиада школьников победитель в двадцать третьем году и так ну а мы сегодня с вами будем говорить о втором этапе а именно о муниципальном в целом давайте вспомним струтуру может быть кто-то не знает все начинается со школьного этапа который скорее всего вы прошли с чем я вас поздравляю в школьном этапе могут участвовать ученики пятых одиннадцатых классов иногда даже четвертого класса которые пишут за пятый класс далее вы проходите если вы старше старше 13 лет вы проходите на муниципальный этап который пишите на одиннадцатые классы пишется он в один день в вашем муниципалитете городе или районе может разделение быть по возрастам как москве в этом году 22 ноября пишут девятый седьмые девятый класс десять одиннадцатый класс пишет 23 числа далее идет региональный этап по итогу написание вами муниципального этапа и выставленных проходных баллов в вашем регионе проходные на региональный этап выставляет именно муниципалитет либо региональные власти связанные с образованием по итогу в них вы проходите на региональный этап региональный этап выходят ученики девятых одиннадцатых классов точнее те ученики которые пишут работу за девятый одиннадцатый классом далее следующий ступень является заключительный этап на заключительный этап попадают также ученики, которые пишут задания по 9-11 классам. Критерии прохода, то есть проходные баллы, выставляет Центральная методическая комиссия, высходя из температуры по больнице. В целом, что стоит еще здесь упомянуть, это существование системы автопрохода. Я так понял, у многих она вызывает некоторые вопросы. Вот я, например, призер муниципального этапа, имею ли я право на автопроход муниципальный этап или региональный? Вы имеете право автоматически быть участником того этапа, где вы являетесь призером. То есть, если, например, вы являетесь призером заключительного этапа, то вы, по сути, автоматически проходите на заключительный этап. То же самое с региональным, муниципальным, школьным, я думаю, тут бессмысленно что-то говорить. Поэтому также сердечно поздравляю тех, кто имеет автопроход хотя бы на муниципальный этап. Это сильно вам упрощает немножко жизнь. Поэтому вы можете... Ну, а тех, кто имеет автопроход на региональный, тем более на заключительный этап, тех еще больше поздравляем. У вас есть больше времени и больше сил на подготовке. А вот те, кому нужно подготовиться к муниципальному этапу, скорее всего, здесь только такие смотрят. Кстати, ребят, кто здесь у нас является автопроходником? Даже просто интересно автопроход... Так, это сейчас закроем. На региональный этап. Кто-то есть, кто будет писать о муниципальный этап, но при этом является призером регионального. Ну, или победителем. Просто, знаете, вот есть такие люди, которым интересно писать муниципальный этап. Если здесь такие. Так, ну, ладно, видимо, нет. Но, значит, да, здесь мазохистов не присутствует. Ладненько, хорошо. Итак, а мы идем дальше. Что же такое муниципальный этап? Откуда он берется? Есть два пути появления, вырождения муниципального этапа. Либо он автоматически самостоятельно составляется муниципалитетом, в соответствии с... Ну, вашим муниципалитетом. В соответствии с методическими рекомендациями, которые выславятся в ПМК для муниципальных управлений образований, либо департаментов образований. В соответствии с ними местные методические центры разрабатывают свои задания. Либо некоторые регионы, например, мой родной Белгород, делают проще и покупают задания у крупных регионов. У нас очень любили, например, покупать задания из Петербурга и Ростова-на-Дону. Странная практика со странными заданиями, но в целом имеем, что имеем. У вас может быть другая ситуация. Может, кто-то берет задания из Москвы. Может, кто-то берет задания частные. То есть тут все, правда, зависит на самом деле от региона и от понимания специфики властями... понимания властями специфики в СОЖ. Немножечко охарактеризуем более общо для понимания, как все-таки выглядит муниципальный этап. Здесь все, конечно, зависит от составителя. Может быть, минимум два типа заданий. Ну, типа заданий, имеется в виду эссе или тест. Максимум три. Например, в Москве и в некоторых других регионах, например, я видел в Забайкалье был проект, ну, мини-проект. Я бы даже сказал, не называл бы полноценным проектом. Это маленький анализ источника. Все пишется в один тур. То есть как бы вам зачастую предоставлено три часа времени на прорешивание трех типов заданий. В целом это в сумме где-то заданий 12-13. Там девять тестовых, одно эссе и один проект. Либо десять заданий тестовых, там, одно эссе. Задания эссе упрощены. Об этом мы говорим, конечно, чуть-чуть далее, а именно сейчас. Итак, давайте рассмотрим каждый из тестов. Ой, каждый из положений, каждый из, как правильно это назвать, типов заданий. Итак, тест зачастую это по большей степени фактологическая вещь, в которую закложен иногда более-менее какой-то логический смысл. Да, он, конечно, сильно отстоит от того, что мы имеем в региональном этапе ОЦПМК и заключительном этапе. Они все-таки будут физически посложнее. Может быть, не технически, но физически посложнее, потому что придется там, например, много каких-то фактов запоминать более. Вот я, например, сейчас, когда для вас готовил комплект, ну, собирал комплект из разных киодов, с некоторыми проблемами сталкивался. Но в целом можно выезжать на таких заданиях, на каких-то более общих знаниях и приобщать их в целом к заданию. В целом, наверное, это главный поинт, который, может быть, как-то вам в этом и может. То есть берете какие-то общие знания о каком-либо событии и процессе, даже если вы не знаете упомянутый факт, вы его приобщаете к тому, что вы имеете. Вот, например, сейчас мы посмотрим там с вами одну типологию в тесте. Это ряды. Следами мы с вами поработаем. Я вам покажу на примере, вот как можно не знать, например, какой-то из фактов, какой-то из более сложных, но при этом правильно решить задание. Дальше идет эссе. Эссе, опять же, очень сильно зависит от составителя. Где-то требует три задачи, где-то требует четыре задачи. В Москве, например, требует три, в Санкт-Петербурге требует четыре, в Красноярске, как я сегодня смотрел, требует четыре задачи. И здесь все, правда, зависит от муниципалитета, от составителя. Все-таки на четыре задачи требуется больше времени, чем на три, а все-таки время при написании муниципального этапа очень сильно ограничено. У вас не будет двух туров в двух дней, чтобы расписать это все по адекватному и более-менее нормально. Поэтому сокращается объем, требуется меньшее количество точек зрения. То есть где-то вообще, например, не требует. Если мы берем Ростов-на-Дону, точки зрения не требуются. Если мы берем Москву, то здесь уже знание точек зрения важно. Если мы берем Санкт-Петербург, то здесь то же самое. А вот где-то, например, они могут не потребоваться. Но это не значит, что вообще не стоит читать историографию к муниципальному этапу. Нет, стоит. Как бы нужно смотреть более глубоко, более далеко. Все-таки, если вы хорошо напишете муниципальный этап, значит, вам придется писать еще и региональный, скорее всего. И времени у вас на подготовку от муниципального до регионального будет мало. Следовательно, отчитывать историографию уже стоит начинать уже сейчас. А еще желательно было это сделать еще раньше начинать. Ну, в принципе, пока и время есть, можете продолжать этим заниматься. Что еще из особенностей? Здесь не так сильно требуется зачастую структура факта, анализ, вывод, которая требуется очень жестко в эссе на региональном и заключительном этапах. Здесь главное показать ваше знание к историографической дискуссии, показать знание фактов и умение их анализировать. Структура здесь все-таки не так важна, скорее всего. Например, просмотрев множество вариантов по стране, Ростов, Краснодар, Казань зачастую не требуют жесткой структуры. В принципе, можно просто накидать факты и как-то их кратенько проанализировать, накидать оценочное суждение и впихнуть туда еще и структура графии, желательно, может даже поверхностно. Но если вы хотите учиться нормально писать эссе, все-таки нужно начинать с самого начала правильно. Чтобы научиться писать эссе, приходите к нам на курсы, на основной курс, на курс к муниципальному этапу, где в целом как я, как куратор, так и преподаватели на курсе смогут вам объяснить, точнее, по крайней мере, попытаются. Все уже здесь зависит по большей степени от вас, насколько вы впитаете информацию и попытаетесь это наложить на ваше написание. Попытаемся объяснить, как правильно, какая структура, как правильно делать историфические ссылки. С этим зачастую достаточно большая проблема. Как правильно оформлять анализы, чем он отличается от ценностей суждений. Все это объясняется у нас на курсах, поэтому приглашаю ознакомиться. Идем дальше. Проект. Проект есть не во многих муниципалитетах, но все же я решил, что стоит выделить его отдельно, потому что зачастую в заданиях тестовых впихивают работу с источником. Работа с источником более поверхностной, но все же работа с источником – это, в первую очередь, его чтение и критический анализ. Всегда, когда вы работаете с источником, нужно ответить на несколько вопросов. Когда, кому, зачем и почему. Отвечая на эти вопросы, вы также можете решать и тестовые задания, связанные с источниками. Если мы смотрим на проект, который представлен в Москве, то вы здесь можете увидеть короткие, несложные вопросы, посвященные поверхностному анализу текста, которые подразумевают просто кратенько охарактеризовать источник. Все основу, как работать с источниками, вы можете почерпать в книжке хитрого Дмитрия Анатольевича, о чем, по-моему, я не помню, как по имени учитываю, исторический проект. В целом, этой базы для написания проекта в Москве и в некоторых других регионах России, где требуется написание проекта на муниципальном этапе, вам будет достаточно. И кратенько пересказать, может быть, чуть-чуть аналитически, положения, которые изложены в вашем источнике. В среднем это не занимает много времени и не стоит множества сил. Это достаточно простой тип заданий, который стоит не слишком дорого, там до 20 баллов в среднем. Эссе стоит до 50, насколько я помню. Итак, ну а мы чуть-чуть пойдем дальше, и здесь перейдем к советам по подготовке. Если вы готовитесь усиленно напрямую именно к муниципальному этапу, то здесь есть, наверное, три ресурса для потребления знаний, которые я бы вам мог посоветовать. Первое – это учебник Орлова, так называемый, в кругах, а именно учебник по истории России, издательство Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова под авторством Орлова-Георгиева-Двугеоргиевых-Сивыхиной. Источник, ой, учебник, обкаты, наверное, всеми поколениями ЕГЭшников по истории с такими самыми базовыми фактами, возможно, не сильно глубокими. Да, его не хватит вам для подготовки на региональные и заключительные этапы, но если вы настроены именно на подготовку к муниципальному этапу, то это, наверное, то, что вам именно нужно. Простая, емкая подача информации. В принципе, сколько там, 450 страниц у вас вмещается в истории России от Адама до Потсдама, от Рюрика до Юрика. Базовая историография. Это вам понадобится для написания эссе, даже если есть такие случаи, когда в эссе не требуют указания историографии, такое есть. Все-таки понимание каких-либо вопросов сформировать для написания эссе необходимо. А это делается через историографию. Возможно, при подготовке к муниципальному этапу не стоит столь сильно углубляться в какие-то наиболее глубинные монографии на уровне Ирины Владимировны Ружицкой, если мы говорим про его XIX век, по квадрификационному вопросу, по путям решения крестьянского вопроса. Вам, возможно, стоит посмотреть на что-то более базовое, что-то более обширное. Ну вот, если мы берем Дренвис, то это средневековая Русь. Антон Анатольевич Горский, ну, Московская Русь, то можно глянуть, Михаила Марковича Крома из серии «Что такое Россия?» Как она называется? Книга, секундочку, извиняюсь, я немножко подзабыл. «Рождение государства», точно. «Рождение государства», то есть можете посмотреть на нее. Если вы там пишете по XVIII веку какие-то базовые, там, от Каменский, от Петра до Павла, эпоха дворских бурь, Курукина. Если вы пишете там по XIX веку, то в вашем случае стоит там почитать, наверное, Лишенко, монографии Жзелки по Александру I, что-то более простое, например, Олейников по Николаю I, взять Лишенко по Александру II, а вот по Александру III можно взять... Кого можно взять по Александру I? Третьему? Чернуху, например, и ее статьи. А, не коротенькие, в целом общающие, хорошо показывающие политический курс Александра III. То есть вам нужно что-то... Ну, а XX век можете почитать Хривнюка, «История одного вождя», ну, или Верт, «История советского государства», что-то такое, да, более общее. То есть вам нужно просто для муниципального этапа сформировать какую-то определенную позицию относительно своего периода. То есть по некоторым вопросам у вас должна быть такая легенькая базочка по историографии, что вы знаете о дискуссии, что вы знаете об историографических оценках по тому или иному вопросу. Не нужно глубинно, конечно, зачастую углубляться в аргументацию историков, в истоки идей историков, но базово понимать все-таки стоит. Ну и что-то ради интереса ознакомиться, это Арзамас. Арзамас – это научно-популярная образовательная платформа, где вы сможете найти множество курсов, аудиокурсов, статей, видеороликов, интервью, даже тестов, наверное, ну не наверное, тестов по разным периодам, да и не только по истории, но в том числе по архитуре, по искусству, по разным другим наукам, смежным. Это все вам поможет создать какую-то легкую надстройку над вашим общим историческим знанием, то есть фактов, ну и из всяких концепций, обобщений, интересных фактов, которые, возможно, вам никогда не понадобятся, но все же будут полезны и, может быть, когда-то даже и помогут. А мы шагаем дальше. Ну вот, перешли к тому, что, наверное, будет, должно быть самый главный, самый главным поэнтом моего представания, но я его отрадвину на самый конец, потому что на самом деле это не главное. Никаких особых лайфхаков нет. Есть главный поэнт. Относительно любого этапа олимпиад. Это нужно любить то, чем ты занимаешься. Нужно понимать, для чего ты занимаешься олимпиадами. Нужно понимать, что это тебе доставляет удовольствие, либо хотя бы ты не заставляешь себя из-под тяжка это делать, потому что если ты что-то делаешь из-под тяжка, то это нормально сделать не получится, к сожалению. То же самое будет у вас и с региональным этапом, и с заключительным этапом, если вы не любите свой период, например. Вот прям вот совсем. Не то, что вы хоть хотите изучать. Ну вот не катит вам этот Павел I или Екатерина II. Но вы не напишите нормально в эссе по этому периоду, потому что не сможете прочитать достаточное количество литературы. Не сможете полностью понять, прожить этот период, понять его суть, его структуру. Поэтому, наверное, вот главный лайфхак, даже не лайфхак, а совет. Если вы не чувствуете, хотя я думаю, что если вы пришли сегодня на вебинар, то что-то, какая-то искорка любви и доброго отношения к Олимпиадам у вас есть. Если у вас нет такого запала, творческого, научного запала, то, может быть, стоит подумать над тем, чтобы и пойти в перечневые олимпиады. Потому что перечневые олимпиады – это более короткий путь к БВИ, в отличие от Средиземской олимпиады школьников. Средиземская олимпиада школьников – я бы сказал, это секта. Секта, через которую тебя пропускают в течение всего года. Это же эмоциональная, насильственная секта, через которую тебя весь год пускают, и ты еще должен оставаться при этом на уровне, чтобы не слететь куда-то в эмоциональную печаль. Поэтому нужно быть заряженным и любить свое дело, чтобы все на самом деле у вас получилось. Ну, а есть кратенькое к тому, к главному, наверное, который должен быть поинт моего повествования. Первое. Старайтесь подходить творчески к решению заданий. Любое задание решаемое. Только с какой стороны на него посмотреть. Если вы смотрите топорно и прямо, логично, что зачастую оно не будет решаться. А если посмотреть с другой стороны, если сделать от обратного пойти, вот это не подходит, вот это не подходит, вот это не подходит, значит, какой-то из этих других пунктов будет подходить. Посмотреть на ваши смежные знания, из смежных областей, если, например, связано с какой-то политобстановкой в стране в XIX веке, в конце XIX века. Можешь посмотреть на знания из общества знания, о появлении каких-то политических веяний. То есть наложить какие-то свои внешние, поверх исторические знания на решение заданий. То же, что он может упростить. Далее. Анализируйте факты, смотрите на них критически. Любой факт может раскрыть вам разную информацию. То есть один факт может дать вам множество идей для размышлений. Множество, и каждый факт может быть интерпретирован по-разному, по-разному в разных ситуациях. Это важно как для эссе, так и вот для заданий, которые мы с вами дальше посмотрим. Там будет правдный факт, там будут даты. Даты вы также можете интерпретировать по-разному. Смотрите в компаративистике. Это главное. Все познается в сравнении, все познается в компаративистике. Наверное, именно так стоит читать историографию, именно так стоит смотреть на всякие исторические процессы, сравнивая, анализируя, оценивая критически. Наверное, тот поинт, которому я сам никогда не следовал, ну и, наверное, мне это помогало, это, ну, потому что я работаю именно так, когда петух, клюнь изжаленный, вот здесь необходимо убрать волнение. Я это говорю, вот так скрестив пальцы, понимая, что я так никогда не делал. Однако, на самом деле, иногда волнение очень сильно мешает. Многим людям, когда ты волнуешься, когда у тебя там начинают трястись руки, ты не понимаешь, что вообще нужно делать. Это мне, кстати, на самом деле, даже не раз помешало, например, на закле в Пскове на сплестовом туре. Когда открываешь задание и понимаешь, что ты ничего не можешь решить, у тебя начинается паника, истерика. Если у вас такое происходит, даю прекрасный совет. Вы ходите в туалет, умываетесь, дышите, наворачиваете пару кругов, возвращаете писать обратно. С, ну так, успокоенной душой. Успокоившись, вы сможете решить больше заданий, больше решить их, возможно, качественнее, правильнее, и, может, к вам придут какие-то более гениальные идеи. Потому что зачастую, ну, наверное, 50-50, есть люди, которые выдают результат больше под влиянием стрессовых факторов, а есть люди, которые выдают результат лучше под влиянием спокойствия. И, в целом, наверное, их поровну, насколько я знаю. Ну и последний пункт, который я уже, наверное, сегодня упоминал. Готовиться стоит не к муниципальному этапу, а к большему. Понимаю, если вы понимаете, что вы хотите готовиться к муниципальному этапу, это значит, что вы не должны готовиться к муниципальному этапу, а готовиться дальше. Потому что зачастую знаний подготовки, уровня подготовки на региональный этап хватает для того, чтобы написать муниципальный этап. Конечно, зависит от региона, потому что иногда регионы дают достаточно кринжу, большую на уровне заданий. писав Олимпиады Белгородской области в городе Белгороде, я вам это с открытым сердцем говорю, потому что то, что мы там писали, это была полная дичь. Да. Поэтому, если вы готовитесь к муниципальному этапу и хотите продолжать свое движение в Олимпиадной стезе в течение своей школьной жизни, то стоит готовиться именно к дальнейшим этапам, а именно к региональному и заключительному этапу. Ну и закончить эту часть с лайфхаками и перейти к практической по большей степени, хочется такими словами, которые достаточно на самом деле очень заезжены, но и они зачастую даже высмеиваются. Вот одно, это из ЕГЭ даже больше, Олимпиады это всего лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Все-таки Олимпиады это не то испытания, которые вас заставляют проходить. Ну, в редких случаях вас заставляют тут проходить. Олимпиады это это не испытания. Это я бы сказал путь путь к самосознанию, к самопознанию, путь к тому, к пониманию, чем вы хотите заниматься и кем вы являетесь. поэтому вот здесь я бы зачеркнул и справил на козырную фразу Анны Аркадьевны Талызиной «Вы все уже победители». Вне зависимости от того, кем вы стали на школьном этапе. Ну, даже так. Вне зависимости от того, на каком этапе вы остановитесь. На школьном, на муниципальном, на региональном, на зак ander JUST. Вы все уже победители. Вы один из лучших в своей школе. Вы один из лучших знаете историю в своем муниципалитете, в своем городе. Вы один из лучших знаете историю России в своем регионе. А если вы еще и в России, то вообще молодцы. В целом, любой из этих поинтов достоин уважения. Вполне. Поэтому не унывайте никогда. Все-таки все рано или поздно останется на свои места в этом плане. Если вам нужно, вы хотите взять закол, и вы к этому готовы эмоционально, просто работайте на это. Но при этом, если что-то не получится, значит, что нужно унывать. Ну, а мы переходим уже к более практической части. Сегодня мы рассмотрим ряд заданий из разных регионов. Не из всех, которые здесь представлены, но вот здесь представлены основные составители заданий муниципального этапа для разных таких регионов, которые ленивые и не хотят ничего делать. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика, Татарстан. Здесь еще, может быть, должен быть Краснодар. Ну, в целом, как бы я перечислил такие самые, наверное, сильные сборные в России, за которые выступают на ЗАГЛе. Это, конечно, не значит, что они умеют хорошо составлять задания. Мы это сейчас с вами увидим. Но имеем, что имеем. Итак, какие-то на данном этапе... Так, вопросы есть. Первый раз участвуют в Олимпиаде. Что? Так, стоп. Так, ладненько. Скрытников, история российская. Стоит в девятом классе читать. Ну, слушай. Стоит читать все, что угодно, что будет полезно. Ты, получается, занимаешься каким периодом? Ответишь я потом. На твоем месте... На твоем месте кайфовал, бухал. Не занимайся рендой, иди отдыхай. Ну, слушай. Побухать можно успеть и после Олимпиады в целом. Ты полгода не потеряешь сильно. Так. Мы ушли от темы. Не туда совершенно. Жалко, что нет модераторов в чате. Это грустно. А я могу? Нет, не могу. Я даже забанить людей не могу. Жалко. Мне нет прав. Так. А мы переходим к небольшому практику, который я составил. Собрал. Если бы я составлял... Я бы уже мертвый здесь лежал. Итак. Если мы, пожалуйста, смотрим с вами парочку типов заданий. А именно три. Которые мы встретим почти в любом регионе, где вы пишете муниципальный этап. Сам я через это еще тоже проходил. Итак. Вот это задание с рядами. Вот честно, я еще не встречал ни одного муниципального этапа, кроме Москвы, где этого бы не было. Ну, в Москве свой тип, но он схожий в целом с этим. Итак, по какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. Смотрим, как нам это стоит решить. Давайте обратим внимание на какие-то ключевые даты, которые нам будут наиболее понятны. Ну, вот, например, 1687 год. Известная, значит, дата. Дата основания Славянной Варикой Латинской Академии. То же самое можем сказать про 1601 год. Первое светское училище на территории России. Это у нас школа навигации и математических наук в Москве на Сухаревской башне. Да. 725-й Российская Академия Наук. 755-й МГУ. То есть, как бы, основные даты. Вы могли, в принципе, сказать, например, только вот эти три даты. Или вот, или 1687-й, 1825-й, 1855-й. Или не знать, там, не знаю, вот эти две, и знать только два вот этих. Хотя это хуже. Здесь все-таки не так точно. Ну, вот, мы посмотрели на четыре основные даты. Сформулировали свое примерное понимание ряда. Здесь у нас большинство связано с образованием. Что у нас такое 715-й и 731-й? Ну, с 131-й, там, ладно, можно еще вспомнить, там, шлифтетские корпуса. 715-й, вот, скажу честно, мне самому пришлось гуглить, что это такое. Зачастую на муниципальном этапе вообще нежелательно гуглить, не получится. Ну, если вы, там, какой-то хитрый жук. Но я не советую, на самом деле. Вот, эту дату вы не знаете. А зачем вам она нужна, если вы знаете все остальные даты? Вас не требует здесь каждый расписать, что есть что. Краткий ответ. Принцип создания... Создание образовательных учреждений на территории российского государства. Краткий ответ. А, краткий ответ, все. Вы принцип назвали, все, больше от вас ничего не требуется. Знания, когда основаны шлифтетские корпуса, тоже в целом необязательны. Поэтому действуем вот так. Итак, идем дальше. И мы смотрим. 5 декабря 1941 года. Что у нас могло тогда происходить? В целом, вспоминаем, зима 1941 года это битва за Москву. Раз, факт есть. Начало битвы за Москву. В целом, дата то, которое, ну, скорее бы, стоило бы знать. Дальше смотрим. Ну, 19 ноября вы можете не помнить. Сталинградскую битву можете не помнить. Положим. Хотя, ладно, наоборот. Сталинградскую битву будете помнить. Если будете видеть у нас на курсах, а еще лучше у меня в кураторке, да, то это точно запомнить. 19 ноября 1942 года. Ну, что у нас там? Осень. Конец 1942 года. Начало коренного перелома. Давайте пытаемся, крутим, крутим, крутим. И догоняем, что у нас получается, Сталинградская битва. Сталинградская битва, если какая-то точная дата, скорее всего, это начало или конец. В 1942 году для Сталинградской битвы, для конца Сталинградской битвы рановато. Все-таки это больше февраль. Следовательно, это у нас начало Сталинградской битвы. И вот у нас еще какая-то странная дата. Положим, что вы не знаете, что это начало операции Багратион. Ну, и не сильно, может быть, стоило. Ну, окей, так давайте закрутим. Лето 1944 года. Начало это. У нас борьба идет в Белоруссии. Операция Багратион. Крутим, 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 крутим. Значит, так, концом это не может быть, потому что операция длилась долго. И в целом, если мы вспомним, у нас Минск освобождался в июле уже примерно. Следовательно, это у нас не может быть конец, а, наверное, начало. Итак, прокручивая примерно свои знания по этому периоду, понимая примерно, что где находится, не зная точной даты, и, хотя иногда можно знать, но это не обязательно совсем, это из уровня кринжа, вы сможете решить это задание. Итак, исходя из такого небольшого анализа своих мозгов, мы приходим к выводу, что это даты начала военных операций во время Великой Отечественной войны. Идем дальше. Вот здесь прекрасное вообще задание на самом деле. Интересное. Итак, вот здесь мы посмотрим с вами на то задание, которое реально кринжовое, но, к сожалению, такие существуют, и вам придется иногда с ними столкнуться. Палеография. Смотрим. Ну, у нас это какая-то наука, связанная с древностью и надписями. Если мы посмотрим на состав слова. Палео и графус. Графус писать, палео связанное с древностью что-то. Ну, если так, не переводить точно. Ну, мизматика. Ну, наверное, наука, которая известна большинству, это наука о копюрах. Нет, это банистика. О деньгах, в общем, в целом. Там, вот, вспомнить нумизматов, каких-то вот этих, представьте себе в голове картинку, там, мальчик, зализанный на правый бок, с брекетами, с очками. И вот, знаете, вот это слово вспоминается, нумизмат. Да, я не шейнг. Я очень адекватный человек. Ну, вот, нумизмат. Нумизматика, связанная с деньгами. С фрагистика, вообще, черт пойми что. Но, в целом, и то, и то, это у нас науки. А у нас олимпиада почему? По истории. Следовательно, господи, конечно, аналогические цепочки в истории гениальные, но все же имеем, что имеем. У нас есть древнее письмо и деньги. Деньги мы можем изучать с историческими точки зрения? Можем. Следовательно, какой мы делаем вывод? Что это вспомогательные исторические дисциплины. Обосновали? Вот, типа, принцип это науки, вспомогательные исторические дисциплины. Вуаля. Тоже, в принципе, так. Через такой посредственный анализ, в целом, можно догнать до каких-то более глубинных вещей. Итак, вот это вот, на самом деле, коринжака. Барским крестьянам это добрый желательный поклон. К молодому поколению и молодая Россия. Честно, я долго думал, как вам это объяснить. На самом деле, объяснить, к сожалению, никак нельзя. Здесь нужно знать, что это молодая Россия. Ну, на самом деле, кстати, Тверская область. Это прокламационные арестовки в Тверской области. Ну, ряд прокламаций. Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Ну, чисто логически, наверное, как-то можно допетрить до того, что это как-то связано с крестьянством доброжелателей, что-то связано с крепостничеством. Ну, опять же, к сожалению, такие задания есть, которые приходится решать только исходя из знаний. К молодому поколению также это у нас все прокламации, связанные с освобождением граждан в 1861 году. К сожалению, имеем, что имеем. Ладненько. Давайте. Это мы опустим, мы с вами решили. Все, молодцы. Хорошо. Идем дальше. Третье задание. Также пропуски в ряду. У нас есть ряды, связанные по каким-то определенным поинтам. Итак, года. 735, 768, 806. Итак, давайте обратимся, наверное, к самой близкой, наверное, популярной дате. 768. Что у нас тогда могло происходить? У нас у престола Екатерина, скоро организуют поездку по России, покатаются со своими кентами. Ну, и там еще с Турцией воюют. Ну, как дополнительно. Багаж. Хорошо. Вспомнили. У нас им набрали факты. То есть, либо это какое-то, может, путешествие, либо это, там, война с Турцией, либо еще что-то. Может быть, вспомним в процессе. 735. Давайте подумаем, что у нас было в 635, возможно. Ну, правит у нас Анна Иоанновна. Ну, какой-то балл, может быть. Нет. Ну, война. Война с Турцией опять. Снова поинт. У нас есть здесь война с Турцией. И здесь война с Турцией. Что-то уже намекает. А давайте посмотрим, что у нас здесь в 806 году. Может быть, у нас в 806 году война с Турцией. Может быть. Это война 806-812 годов. Да, значит, у нас есть такое. Значит, нам нужно поискать... Значит, нам нужно... Мы с вами нашли принцип, по которому мы объединяем все вот эти... Всю вот эту дичь. Есть как-то наука, которая с этим связана. С рядами дат. Ну, ладно. Не столь важно. Так, ладно. Идем до речи. 839-й, 843-й. Егор Францович Конкрин. Кто это такой? Егор Францович Конкрин. Министр финансов Российской империи. Что он мог делать в 1939-м году, в 1943-м годах? Ну, наверное, что-то менял. Что-то преобразовывал. А именно, у нас была реформа серебряного рубля. 897-й год. Сергей Юрьевич Витта. Ну, опять же, у нас это... Министр бывшей... Как там? Железнодорог, или как-то она так называлась. Ну, и министр финансов. 897-й год. Что он мог делать в 1997-м году, как министр финансов? Ну, наверное, тоже какая-то реформа. А именно реформа золотого рубля. 924-й год. Значит, что связано с финансами? Что у нас с финансами было связано в 1924-м году? Ну, так, у нас СНЭП. У нас закончилась гражданская война, нам нужно восстанавливать экономику. Следовательно, какая-то финансовая реформа. А что за финансовая реформа? Финансовая реформа Сокольникова. Здесь у нас должно быть вставлено в Сокольников. Ну, а что именно у нас имеется в виду? Там создание червонца, выпуск новых ассигнаций, динаминация, комплекс мероприятий. Хорошо. Идем дальше. Третий пункт. У нас идет ряд командующих и фронтов. Опять же, кринжа на самом деле. Ну, давайте вспоминать. У нас здесь, скорее всего, первый белорусский, второй белорусский, первый украинский. Это, скорее всего, это 100% после 2003 года. Кто у нас, ну, типа, какие у нас главные действующие лица в конце войны? Жуков назван. Давайте вспоминать еще кого. Вот если мы вспоминаем, кто у нас там, например, в битве за Берлин участвовал. Давайте называть. Жуков, Конев и Опа Аркасовский. Господи, Константин Константинович, по-моему. Ну, или нет. Или да. Ладно, не столь важно. Вуаля, у нас находится третий потерянный маршал. Ну, здесь, правда, нужно как-то подумать, что у нас, если у нас названия такие фронтов, это, скорее всего, после 43-го года. Кто у нас действовал на Западе? В принципе, командующие не особо менялись. Там Говорухин немножко посидел, конечно, на Западе, на Севере. Немножко посидел, но недолго. Но если взять именно основных, тех, которые участвовали в битве за Берлин, то это у нас Жуков, Аркасовский и Конев. Хорошо. Идем дальше. Вот что я говорил про анализ текстов. Вот, скорее всего, у вас не будет проекта в прямом смысле, какой, например, подан в Москве. Но у вас, скорее всего, будет задание подобного типа. Кстати, интересно, кто-то еще смотрит. А запись будет? Да, запись будет. Запись будет. Все хорошо. Эпоха Александра Первого. Эпоха Александра Первого около того. Так, ладно, на все вопросы давайте пишите мне вопросы, я потом на них в конце занятия отвечу. Ну, главное, что хотя бы кто-то смотрит. Это уже радует. Да. Текст, с которым вы должны поработать, ознакомиться и сделать из него какие-то выводы, ответить на вопросы. Здесь у нас дан текст про реформацию в Англии, создание англиканской церкви и Генриха Восьмого Тюдора. Вот здесь у нас он упомянут. И вот там многоженство, там Марии Первой, господи, там Ани Болейн, которую бросили в темницу, потом заказнили, и все такое. Ну, веселые разборки и брачных типичных 17 век, ой, типичных 16 век. Давайте думать. Ну, Маргарита де Валуа. Ну, что-то припоминаем в истории Франции. В истории Франции 16 века. Ну, нужно подумать. Давайте отложим. Ну, желтики давайте отметим. Идем дальше. Мария Терезия Австрийская. Мария Терезия Австрийская, которая австрийская императрица после... В середине... В общем, в первой половине до середины 18 века. Она там вела 7-летнюю войну с нами. Ого-го. Давайте ее вспомним. Хорошо, ее можно вспомнить. Это страшная женщина, которая не любила Россию. И не хотела ее усиления. Это мы помним. Карл I Стюарт. Так, что мы помним? Ну, это король без башки. А когда у нас смогли его казнить, попытаемся вспомнить. И вспомним, что у нас это относится к 17 веку. А именно, 1649 год. Ну, если подумать, вспомним там Оливера Кромвеля. И, в принципе, поймем, что мы где-то здесь близки. А что я зеленым отметил, это не знаю. Мария Терезия у нас не подходит. Это у нас 18 век. Идем дальше. В доме 14-й Бурбон. Ледовий 14-й, король солнца. Первый абсолютный монарх в Европе в 18 веке. И в 18 тоже. Ну, получается, да. Примерно 18-18 век. Там конец 17-го. Начало 18-го. Он 70 лет проправил. Получается, в 715-м умер. А в каком году, получается, вошел? В 620-м, наверное, вошел, получается, на престол. Но все же. Ну, как бы, по-любому он к нам не подходит. Все-таки у нас реформация в Англии, это 16-й век. Значит, мимо. Да. К сожалению, у нас Ледовик 14-й идет далеко и надолго. Карл V Габсбург. Ну, это император Австрийской империи. Если подумать, можно вспомнить о его переписке. Небольшой. Ну, точнее, не его переписке. Нет, там был обмен. Дипломатический обмен писем с Иваном IV. И можно вспомнить, что это 16-й век. И раз Иван IV есть, значит, у нас есть еще и Гимн 8-й Этюдор. Значит, получается, и это тоже относится. Ой, так, не синий. Почему синий? Нет, не синий. Не зеленый. Да. Так. Все. Ну, и Маргарита де Волуа, в принципе, да, если подумать, тоже относится. Ну, и получается, мы имеем там 1, 2, 6. Методом исключения и просто продумыванием над каждым, где мы, возможно, про кого что слышали, такие какие-то ассоциативные ряды, то так мы можем в целом решить такие задания. Дальше. Вот, наверное, мое любимое задание, которое я сегодня нашел и очень от него кайфанул. Оно на самом деле не имеет какого-то особого смысла, но вполне решается логически. Итак, у нас есть список из раз, два, три, четыре, пять, пяти жен монархов. Нам, перед нами стоит задача узнать, на ком кто был женат. Точнее, кто откуда приехал. Знаете, как это легко делается? Смотрим просто на язык. Ну, как же я мог не опустить мой любимый литовский язык, если кто не знает, кто еще не занимается у нас, и кто-то меня не знает. Я учусь в МГИМО на факультете международных отношений в программе «Дипломатия и политика зарубежных стран» на литовском языке. Поэтому литовский мой профильный. И как же я мог ее не пропустить? Софья Витовтовна. Софья Витовтовна, давайте представим. Витовт. Великое княжество Литовское. Литва – это Вильна, Вильнюс. Вуаля, мы находим циферку «Е». Ой, циферку, буковку «Е». Отлично, разнесли. Марина Мнишчевна. Это у нас что-то по-польски. Курва, Еш, вот это все. Вот то же самое Марина Мнишчевна. Подумаем. Мнишек, скорее всего, имеется в виду. Интервенция. Я из Польши в Россию. Начало 17 века. И вуаля, мы приходим к тому, что это полячка, и она живет в Варшаве. В Варшаве буква «Д». Гита Уэссекская. Здесь, ну типа, графство Уэссекс. Что-то в Британии. Сассекс, Уэссекс, Эссекс. Ну, бэ. Наверное, это Уэссекс. Ингегерт Олафс Доттер. Итак, думаем. У нас здесь не фамилия. Олафс Доттер. Это, ну, если вы знаете английский. Это не английский, конечно. Это скандинавский. Скандинавский, это шведский. Это у нас не фамилия. Это дочка Олафа. Ингегерт, дочка Олафа. Олафовны. Ну, получается, где у нас может быть Олаф? А Олаф у нас может быть только вот здесь. А именно в Швеции. А именно в Ослое. Вуаля, сделали еще одного. Итак, а вот здесь какие-то закорючки. Ну, если вы когда-либо хотя бы видели дремярующую грамоту, часть из этих русских закорючек вы можете понять. Ну, вот, например, ЗООМЕГА. Ну, то есть О. Какая-то дичь. ЗОО. ПА-ЛА. ПА-ЛА. ЙО-ЛО. Вот, получается, ПА-ЛА. И-О-ЙО-ЛО-ГИНА. ПА-ЛА-ЛА... ПА-ЛА-Л... Господи, я сколько раз прочитывал, они получаются у меня. ПА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА. Что-то напоминает ПА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА. Ну, и какие-то странные закорючки похожи на греческий. Может быть... Может быть... Она родилась в Греции, может быть, а может и нет. Ну, язык греческий давайте отнесем к Греции. Ну да, она жила в Риме, это понятно, она воспитывалась в католическом дворе, при католическом дворе, в итальянском дворе, при дворе папы. Но это не значит, что она там родилась. Все-таки она гречанка, поэтому отметим Грецию. Вуаля, у нас сделано с вами задание. Идем до речи. И последний тип, который мы с вами сегодня разберем, это эссе. В чем его особенность? Зачастую во многих регионах от вас потребуют написать, по сути, обычное эссе, как вы пишете на региональном этапе, как Коума мы учим вас писать на наших курсах. И, опять же, рекомендую присоединиться, особенно в мою кураторку. Всех жду и люблю целую. Просто урезать это до трех задач. Где-то оставляют четыре задачи, но не требуют историографии. В целом, идея зачастую одна и та же. Поэтому здесь у нас, это московский тип эссе. Здесь у нас требуют три задачи. Знание различных точек верения поездной проблеме. Творческий характер темы. Постановка задач и проблемы задач. Как видите, здесь у нас не требуется особая структура. В принципе, так и есть. При проверке структура особо не проверяется, как это делается, например, в региональном этапе. Потому что, когда ваши баллы за раскрытие зачастую зависят от структуры и качества анализа. То есть, если вы следуете структурой, то у вас уже, по-любому, три и более баллов будет. Итак, давайте... В целом, пособка задач особо зачастую не отличается от того, что мы имеем на региональном этапе. А именно, пособка задач на региональном этапе, так и в муниципальном этапе заключается в разбивке задачи на оценочные суждения. Да, вот так. Ну что, давайте займемся пособкой задачи. Чем я, наверное, люблю больше заниматься. Итак, у нас здесь Браянов, прекрасный мой любименький. Языческая реформа Владимира оказалась неудачной. Оказалась неудачной. Реформа, значит, это что-то, что было после. Значит, охранять итоги реформ. То есть, чем у нас закончилась реформа, мы должны их оценить. Охранять итоги реформ. Вот у нас первое оценочное суждение. Нам нужно найти их три. Это раз. В чем причина этой неудачи? Во-первых, здесь у нас еще, получается, говорится про причины. Ошибочно, вгляд, среди причин провала этой реформы, допоминать что-то исторически, что-то кроме исторически необратимого разложения родопременного строя. Во-первых, у нас мы должны здесь охарактеризовать... Так, а здесь, кстати, странно. Сейчас давайте подумать. Причины, причины, причины. А, охарактеризовать факторы, повлиявшие на языческую реформу, на итоги языческой реформы Владимира. Ну, конечно, разбрасываться славами религиозная реформа нежелательно, но все же. Давайте просто не проще. Ну и здесь родопременной строй у восточных славян. То есть, а был ли он, это уже не точно. Это тоже оценочное суждение. Поэтому мы когда к нему обращаемся, мы должны задать вопрос. А охарактеризовать политическое устройство нет. Государственное социальное устройство славян в второй половине десятого века. То есть, мы должны посмотреть, а кем они были. А точно ли они были родопременной... У них был родопременной строй. И нам можно не употреблять, например, классовую теорию на все, что мы видим. Как вариант. Итак. Идем дальше. Здесь у нас прекрасный янин. Новгородский войчевой строй на привыче называют республикой. Отметим, что на протяжении всего периода независимости структура новгородского государства неизменно включала княжеский стол. В связи с этим, в этой связи возникает вопрос об уместности такого именования. Так. Ага. Тут весело. Слушайте, просто я вот особо не успел до этого разбить эту задачу. Поэтому тут у нас с вами все экспромтом. Экспромтом. Бечевой строй называют республикой. Так. Предлагаю такую разбивку. Смотрите, у нас здесь идет указание на то, что уместность такого именования. Нам нужно отдельно охарактеризовать, что такое республика. Охарактеризовать понятие республика в историческом контексте. Это раз. Новгородский войчевой строй на привыче называют республикой. То есть у нас здесь оценивают политический строй янин. Поэтому мы должны его тоже охарактеризовать. Охарактеризовать новгородское политическое устройство Новгорода в 13-15 веках. Так. Это у нас есть. Хорошо. Ответим, однако, что на протяжении всего периода независимость структур новгородского государства неизменно включала княжеский стол. Итак, в этой связи... Так, про политическое устройство мы поговорили, про республику мы поговорили. А что нам нужно поговорить? Так, нужно подумать. Ответим, однако, что на протяжении всего периода независимость структуры новгородского государства неизменно включала княжеский стол. Так. Это, кстати, интересно на самом деле. У меня здесь мысли есть крутятся насчет того, что охарактеризовать историческую память о политическом строе. Это, конечно, звучит очень кринжово, но, наверное, единственное, что здесь вижу, это правда. Здесь мы отдельно должны поговорить о соответствии новгорода и республики. Но если нас Янин отдельно упоминает, что привычно называют... Ну да, в целом так, наверное. Хорошо, идем далече. Игорь Николаевич Данилевский. Единственное реальное достижение этого князя Александра Невского стоит в том, что он, опираясь на помощь монгольских ханов, закрепил деспотические традиции на управление землями Руси, заложенные его предшественниками. Так, здесь нужно нам охарактеризовать действия Александра Первого на изменение политической власти. Нет. Так, закрытость политической традицией управления землями Руси. Ну да, характеризовать действия Александра Невского относительно структуры управления, либо политического строя, либо, ну да, в средневековой Руси. То есть, и это есть. Заложенные его предшественниками. То есть, здесь автор говорит, что это еще было до Александра Невского. Соответственно, нужно охарактеризовать политический строй в доалесандровские времена. То есть, что у нас было до Александра, как у нас устраивались взаимоотношения между властью и обществом. Единственное реальное достижение этого князя, опираясь на монгольские, охарактеризовать влияние монгольских ханов. Ну, или здесь можно, это два варианта. Либо охарактеризовать влияние на внутреннюю политику, либо охарактеризовать методы проведения Александра Невского политикой централизации. Ну, не централизации, а укрепления власти. Хотя это оценить суждение. Просто охарактеризовать методы, которые использовал Александр Невский в своей политике. Дальше. Сергей Борисович, по-моему, Веселовский. По-моему, Сергей Борисович. Мне кажется, вполне недопустимым считать великокняжескую ориентацию московского боярства важным фактором преодоления удельной раздробленности, опоследовавшее за этим объединение Руси, естественным следствием его политической и социальной сущности. Так. Важным фактором преодоления удельной раздробленности. Ну, первое. Охарактеризовать влияние бояр на политическое устройство Русского государства. Сущности. Охарактеризовать. Здесь говорится про то, что какая-то у Русского государства есть какая-то сущность. Мы должны ее охарактеризовать в виде гномика, да, наверное. Здесь мы поговорим о социально-политическом устройстве Русского государства. Правда, здесь вот единственная проблема, что здесь не датировано. Ну, здесь... А, ну, имеется в виду, да, 15-16 века. Он отпустил великокняжескую ориентацию московского боярства. Ну, великокняжескую ориентацию здесь нужно охранять предпочтение... Ну, и политические предпочтения, превалирующие идеи в московском боярстве. То есть, чего они хотели? Они хотели сильной власти монарха или усиление собственной власти, как вариант. То есть, тут, ну, несколько поинтов, возможно, поднять. Так, ну, на этом практикум мой закончен. Практикум, которым я работал сам на себя. Так. Софи Витовна... Так, 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 так. Где присоединиться к курсу? Да, второй, правда, вкусный. Почему? Куда? Кто еще раз? Так. Давайте, давайте покажем потихонечку свои вопросы. Так, запись, да, будет. Какую надо было первую дату? А что за дату? Подожди, это про что именно? Сейчас, секундочку. Нет. Так, я немножко не понял вопрос. А где она болеет? Что, вот, по-конкретнее, можешь чуть-чуть, чутка спримулировать? Я немножко не догоняю. Так. Может, мне стоит открыть, конечно, стрим вот здесь, чтобы мне было более понятно, что вы мне говорите. Сейчас быстренько глянем. Я, наверное, демонстрацию отключу и поставлю только так. Так, это я сейчас захват экрана отключу и это увеличу, чтобы мы с вами поговорили. Да, вот так. Супер. Есть. Меня, надеюсь, видно. Я, надеюсь, не пропал. Так. Так, сейчас открою вот это, чтобы я не потерял ничего. Так. Ага, так. Про русско-катуретские воины из ряда. Так, что у нас там? Сейчас я открою, посмотрю, что у нас там за задание. Там, скорее всего, имеется... Я знал, там, получается, было 1768-74 договором. А это, скорее всего, имеется в виду начало следующей войны, 1787 года, 1787-1791. Так, хорошо. Так. А, блин, а где Анна Болейна? Что здесь имеется в виду? Так, а мужей... А, еще нужно мужей было указать. Ну, в целом, я не думаю, что это так сложно. То есть, как бы у нас, ну, там, Софья Витальевна, Василий Первый. Кто там был? Нигита Уэссекская. Мономах. Господи. Владислав. Да. Так, что у нас там интересного было? Так, давайте еще раз открою здание, чтобы было проще мне смотреть. Так, а где-то раскрою скатарецкие войны изряды. Так, где рабочий стол? Я просто сейчас не помню, что я спрашивал там. Точнее, спрашивалось. Так. Так, ну, смотрите. Получается, София Витальевна, это у нас Василий Первый. Марина Мнишчевна, это у нас имеется в виду Лжедмитрий Первый. А, ну да, кстати, странно, что я не включил в задание. Гита Уэссекская, это у нас жена Владимира Мономаха. Инги Герт, это у нас жена Ярослава Мудрова. Зоя Палеолог, жена Ивана Третьего. Так, вроде я все разобрал. Да. Так, что у нас еще по вопросам? Мы же указали. А почему код был необходим в Новгороде? Что ты имеешь в виду? Я немножко не понял. Греб присоединится в курсу. Заходи в беседу, в группу ВК Кружка Санкевича, и там все задание, все будет прописано. Итак, а при ответе мужа можно и Лжедмитрия Петрова указать. Но они ж не были обвенчаны с Лжедмитрием Вторым. Если с Лжедмитрием Первым они были обвенчаны в Польше, то с Лжедмитрием они просто сказали, ой, это мой муж. Поэтому нет. Наверное, юридически нельзя. Так. Давайте еще подожду 5 минут, потому что у кого-то еще возникнут вопросы. И будем завершать. Наверное. Есть ли у кого-то еще вопросы? Так. Видимо, нет. Спасибо всем, кто сегодня присоединился на мой вебинар. Так, а можно в задании про нового? Говорит, было написать. Так, вы ведете. Да, можно к интенсиву присоединиться. Можно присоединиться. Так, Владислав. Можно присоединиться как к интенсиву, так и к основному курсу. До сих пор вся информация в группе Крышка-Смакевича есть. Можно в задании про Новгород написать в задачах, почему был необходим князь Новгородской земле. Ну, слушай, это достаточно странный вопрос. Ты, скорее всего, на него ответить не сможешь. И все-таки он не поднимается автором. Он не говорит же, он не говорит, потому что Новгороду нужен князь, потому что там нужно навести порядок в экономической сфере. Здесь ты не сможешь просто вытянуть это по-нормальному, и в целом этот вопрос не поднимается в статье. Поэтому нет. Нам нужны именно оценочные суждения, которые поднимаются. А там именно оценочных суждений, связанных с этой частью, не было. Так, развиваемый сфер Новгородский республик можно написать про московское княжество как сравнение режимов. Сравнение режимов? Хм, так, Новгородская республика. Так, 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 так. В местности такого именования... Ну, слушай, тут ничего про Москву не говорится. Все-таки нужно говорить про то, не нужно поднимать задачи где-то из своих знаний. Все задачи ставятся, исходя из того текста, который тебе написан в цитате. Если у тебя нет в цитате ничего про Москву или про упоминание вообще каких-то других земель, значит тебе это писать про это не нужно. Некоторые задачи это может помочь. Здесь я не думаю, что это нужно. Итак, если еще есть какие-то вопросы, пишите. Я всегда открыт. Моя личка всегда для вас открыта, как в Телеграме, так и в ВК. В ВК мне найти достаточно несложно. Максим Зеленухин, выбивайте, находите. В Телеграме также можете мне найти. Я есть в общей беседе кружка Станкевича, иногда даже пишу, поэтому в целом найти сможете. Поэтому, если какие-то вопросы останутся, всегда вы можете ко мне обратиться, побудусь в Телеграме, при поводу каких-то любых других вопросов. Ну и жду вас, если что, у нас в Кураторской группе. Милости просим. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто смотрит. Всем приятного дня и удачи на муниципальном этапе. Субтитры создавал DimaTorzok